Всем добрый день! Меня зовут Александр Ломакин. Я вас приглашаю на тренинг Михаил Лишица, лидер нашей группы в Панк Панда. Здравствуйте, господа! Я вас всех приветствую. Большое спасибо вам, что вы посещаете тренировки. Я всегда говорю, деньги в тренировках, и это на самом деле именно так. Итак, я это все прошел. Сегодня я, ну, сначала хочу еще раз немножко рассказать про себя, почему я именно начал заниматься пандой. Сделаю короткую презентацию, постараюсь сделать ее недолгую. Конкретно что, чего, почему и зачем. И расскажу, конечно, что сейчас происходит с нашей пандой. Всех это очень интересует. И расскажу, какие будут очень большие изменения на следующей неделе. Я здесь изменения будут феноменальные. Поезд тронулся. Я сам родом из Риги. Родился в Риге в 55-м году. Мне 66 лет. Поэтому я не молодой мальчик. И часто у меня люди спрашивают, особенно мои друзья, кто меня знает, говорят, Майкл, зачем ты продолжаешь работать в бизнесе? Зачем тебе это все надо? У тебя и так все нормально. Ты уже не молодой мальчик. И постараюсь сегодня объяснить. Когда я приехал в Америку в январе 1980 года. И буквально тут через два месяца я уже работал. Я получил, перед тем, как я уехал в Америку, я получил профессию в Латвии жестянщика. Поэтому работу я нашел очень быстро. Тут очень любят людей, которые работают руками. И проработал там несколько лет. Но в это же время, в августе 1980 года, я попал в эту индустрию сетевого бизнеса. Есть такая компания, называется Шакли. Это американская компания, очень крупная компания. Если я не ошибаюсь, они, наверное, торгуют 2-3 миллиарда в год. Они существуют до сих пор. Очень уже много лет в бизнесе. Этой компании, наверное, 50, а мы бы даже 60 лет. Одна из первых компаний в Америке. И в Америке вообще сетевой бизнес существует в середине 50-х годов. И, кстати, одни самые богатые, одни самые крупные и дорогие компании, это, естественно, сетевые, это именно американские компании. Где-то в 1983 году я решил поменять свою специальность. Мне надоело работать руками. И я пошел своим, ну тогда еще не знал ребят, русским, язычным, они, кстати, сами из Киева, два брата. И начал работать у них, учиться, как работать за верстаком. И стал ювелиром. Первые три года я работал просто за верстаком. Где-то в 1985 году я уже стал менеджером в мастерской. У нас была мастерская, где-то человек 15 работало за станками. Было несколько русских, американцев. И у этих ребят еще было в то время 4 ювелирных магазина. И в один прекрасный день они были очень заняты и попросили меня выйти в магазин, потому что было, не было достаточно продавцов. И мне понравилось, и у меня стало получаться. И я стал продавать. Вот с этого времени я стал продавцом. И потом дошел до того, что опять стал менеджером в ювелирном магазине. Потом я стал, я был менеджером 5 ювелирных магазинов одной компании. Эти два брата, они были хозяевами. В 1987 году они мне предложили пойти с ними в долю. И мы открыли еще один магазин. И там я уже был правонаправленный хозяин. В результате у меня было два ювелирных магазина. Но все это время я занимался сетевым бизнесом на стороне. И у меня, в принципе, шло очень хорошо. Сначала было очень много проблем. Меня никто не хотел слушать, мне никто не верил. Американцы мне говорили, без году неделя в Америку уже учишь нас, как зарабатывать. Русские мне говорили, русскоязычные. Сначала иди сам заработай, потом наш учить. Поэтому я прошел огонь, воду и медные трубы. И иногда, когда мне русскоязычные сегодня говорят, о, мне трудно, мне никто не слушает. Я только этому улыбаюсь. Потому что я прошел через это все. Только благодаря тому... Ну, я занимался спортом много лет. Я занимался боксом 12 лет. И благодаря тому, что я, как говорят, тут американцы это говорят по-английски, «кочебл». Кочебл – это человек, который поддается тренировке. И я очень усиленно поддавался тренировке и тренировался. И потом, благодаря тому, что я понял, наконец, что деньги такие именно в тренировках. И благодаря этому я выстоял. Хотя у меня были дни, когда я хотел все это бросить. Я, в принципе, уже зарабатывал нормально тогда в бизнесе. И, кстати, в 1999 году мы продали наши ювелирные магазины и зашли в бизнес. Мы не купили, а построили с самого начала бизнес. И я объясню, к чему я вам это все рассказываю, господа. Мы начали бизнес продавать медицинское оборудование. Ну, какое медицинское оборудование? Не громадные машины. Наша средняя цена была, средняя продажа была всего лишь полторы тысячи долларов. Поэтому вещи, которые мы продавали, были небольшие. Там, корсеты для спины, когда человек пострадал, для шеи, коляски, такого типа вещи. Ну, наша, как я сказал, средняя цена была полтора тысячи. И в 2002 году у нас очень сильно пошло. Наш бизнес был в Нью-Йорке, в Бруклине. И мы за этот год, у нас было четыре партнера, и где-то человек 20 все вместе работало. И мы продали оборудование в 2002 году на 20 миллионов долларов. И на нас обратила одна крупная американская компания. И в январе 2003 года нам предложили нас купить. Им нравилось, как мы работали. И они хотели заполучить то место, не то место, где мы были, а именно то, как это правильно сказать, то количество людей в том районе, где мы работали. В основном это все было через русскоязычные итальянцы. Такая у нас была клиентура. И нам предложили такую сумму денег, что мы переглянулись и так быстро сказали да, чтобы они не передумали, не поменяли свое решение. И где-то заняло, я не помню, пару недель это заняло, все эти процессы, подписание бумаги. И, наконец, когда мы получили деньги, они уже перешли в наши банки. Я помню, я пришел домой и сказал своей, Маруся, я больше не работаю. Поэтому в январе 2003 года, как это говорят, retired, по-русски это я вышел на пенсию. Не по возрасту, а просто я заработал достаточно денег и решил не делать ничего, все. Просто решил жить в свое удовольствие, удовольствие своей семьи и так далее и тому подобное. И я перестал делать что-то в сетевом бизнесе, просто, как говорится, пропал. У меня все равно был бизнес сетевой, и я продолжал зарабатывать, мне капало. Ну, я полгода, ровно шесть месяцев не делал ничего. И через шесть месяцев мне так ставило давить, ну, я не знаю, как правильно сказать, жаба, что ли. Я устал ничего не делать. Знаете, многие говорят, что если бы я заработал миллион долларов, я бы перестал работать. Так вот, господа, люди, которые зарабатывают миллион долларов, они воркоголики. Они работают еще больше, чем тот и другой. Поэтому они и не зарабатывают. И мы с супругой ездили много, посмотрели почти весь мир. Единственное, что я пока еще не был, это Ориент. Китай, Япония, Вьетнам, там я еще ни разу не был. А так мы были почти везде. И через полгода мне это все надоело. Потому что когда ты начинаешь делать что-то каждый день, одно и то же, сильно начинает надоеть. Хотя я человек такой занятый. Я в спортзал хожу все время, на стрельбище хожу все время. У меня есть чем заниматься. С друзьями встречаемся, идем пообедать вместе, рюмочку выпить. Короче говоря, и господа, я не говорю это потому, что я пытаюсь хвастаться. Просто чтобы вы поняли, кто я такой. И поняли, почему я зашел в панду. Мне это уже давно не нужно. Но когда мне предложили этот бизнес, когда Алберт мне позвонил, это CEO компании, это человек, который это еще закрутил, и рассказал, что они собираются сделать. На меня это произвело такое впечатление, я просто обалдел. Я ему честно сказал, говорит, Алберт, если это все правда, я хочу быть в этом бизнесе. Я сразу же включился. Я с 2005 года начал работать в компаниях с сетевиками русскоязычными. Это была компания Zoom Worldwide. Может быть кто-то его знает, она до сих пор существует. И я там тоже в этой компании нахожусь. Но я там ничего уже давно не делаю. Это была первая американская компания, которую я официально вывел на территорию Украины и России. В 2005 году они до сих пор там работают. Они не очень торгуют на Украине. Я имею в виду на территории СНГ очень много. Может быть полтора миллиона, не полтора миллиона, а полмиллиона, может быть 600 тысяч долларов в месяц. Это для сетевой компании, это не такие большие деньги. Но они торгуют во многих странах мира. Но это была первая компания, которую я вывел. Я, господа, к чему я вам опять это рассказываю? Я всегда, вот особенно после 2005 года, у меня всегда такое закралось желание помочь людям на территории СНГ построить большой бизнес. Верьте, не верьте, вот это я всегда к этому стремился. Я вырос и был воспитан в бывшем Советском Союзе. И я никогда этого не забуду. Мой родной язык это русский язык. Хотя я вырос, родился и вырос в Латвии. Я никогда не учил латышский, но всегда говорил по-русски. И в школе работал русской. Поэтому я никогда этого не забуду. И это очень важно для меня. Моя дочка родилась в Америке. Она доктор наук. Она работает в правительственных силовых структурах. Одних из самых крутых структурах. Она доктор наук в кириминальной психиатрии. И она говорит по-русски. Хотя она родилась в Америке. Она, конечно, ее первый язык английский. Но она очень хорошо говорит по-русски. Потому что я хотел, и моя жена, моя жена с Украины, мы хотели, чтобы наша дочка знала, откуда приехали ее родители. Это часть ее. И чтобы она знала, кто мы и что мы. Поэтому, чтобы вы не думали, что я забыл, откуда я приехал. Я никогда этого не забуду. И, естественно, я всегда хотел помочь. И у меня было очень много проектов. И были проекты хорошие. И были проекты, которые, к сожалению, разваливались. Конечно, это было не по моей мнению. Я попадал так же, как попадали и все остальные. Единственное, что кто-то кричал и ругался и жаловался. А я брал все самое хорошее в каждой компании и шел дальше. И, естественно, когда мне показали этот бизнес панк-панда, где нету никакого риска, господа, риск ноль. Я уже имею, моя группа, наша группа подходит, вообще, если считать ниже 12 уровня, то у нашей группы уже, наверное, 1200. И я не потратил ни копейки денег, чтобы иметь такую группу. И основная масса людей пришла в этот бизнес. Никто не потратила ни копейки денег. Да, у нас есть очень много глюков, потому что мы работаем в режиме бета. Через это, господа, проходят все компании. Все компании, любая компания, которую возьмете сегодня, даже такая крупная, как Facebook, как WhatsApp, как Skype, как Zoom. Первые два года у них у всех были очень большие, сильные глюки. Потому что они были самые первые, и все, что они делали, они еще не знали, что они делают. Но в результате, несколько лет спустя, сами знаете, на каком они уровне, и мы сейчас об этом поговорим, мы делаем то же самое. Зато мы уже добились большего успеха, чем эти все крупные компании за свои первые 120 дней. Господа, у нас уже официально подписалось панду 600 тысяч человек. За 120 дней. Вы представляете себе? Кстати, наша группа одна из самых крупных групп в компании. Если я не ошибаюсь, есть еще одна группа, которая может быть немножко больше нас. Но мы одна из самых больших групп в компании. И вы, господа, вы должны быть, как это правильно сказать, по-английски proud. То есть довольны, что это мы все вместе до этого добились. Сейчас я открою свой экран и сделаю вам коротенькую презентацию. Вы знаете, я уже об этом много раз говорил, если вы слушаете мои тренировки. И в основном тренировки всегда повторяются одно и то же. Потому что у нас одна и та же компания, одна и та же информация. Но каждый раз, когда вы посещаете тренировку, вы все больше и больше получаете и ту информацию, которую, может быть, вы пропустили в прошлый раз. По статистике, если вы прослушаете одну и ту же информацию шесть раз, через 30 минут вы забываете 68%. Это статистика, господа. Поэтому очень важно слушать тренировки. Потому что, может быть, сегодня вы услышите то, что вы, может быть, слышали раньше. Но сегодня оно именно попало вам в вашу, как говорится, в вашу голову, в ваши мозги. До вас дошло. Вы поняли. И весь ваш бизнес изменится. В лучшую сторону. Господа, представьте себе, если бы мессенджеры на вашем телефоне, такие вот, как WhatsApp, Telegram, платили вам ежедневно только за то, что вы ими пользуетесь. Ведь каждый из вас пользуется WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom, как я. Никому из нас ни копейки до сих пор не заплатили. Безопасность мессенджера. Больше людей стало волновать, кто еще может их слушать при использовании подобных приложений. Как часто вы о чем-то говорите, а потом видите это в рекламах внутри ваших приложений. Кому еще доступны ваши переписки? А вы можете быть уверены, что ваши данные и безопасности ими никто не управляет. Если я говорю данные, я имею в виду не ваше имя и телефон. Потому что если вы хоть раз зашли на интернет, хоть раз даже позвонили с телефона, ваш телефон и ваше имя уже в виртуальном мире. И его могут узнать те люди, которые это хотят. Я имею в виду та информация, которую вы переговариваетесь друг с другом, переписываетесь друг с другом. Файлы, которые вы посылаете. Потому что все, что вы делаете на WhatsApp, на Telegram, на Skype и на Zoom, это все остается в этих компаниях. Это все копируется и не исчезает. Если, допустим, какая-то силовая структура по какой-то причине хочет узнать, о чем вы говорили 7 лет назад, она может выйти на связь с этими компаниями и получить эту информацию. И, естественно, поэтому любой хакер может это сделать тоже. Представляем пан Панда. Господа, на сегодняшний день мы самый безопасный в мире мессенджер, который платит вам за его использование и распространение. Вот это крупная фишка для нас всех. Вы можете пользоваться нашим приложением, та же самая, как вы пользуетесь и WhatsApp. Только в отличие от WhatsApp, нам за это платят. Каждые 30 минут. Это совершенно бесплатно. И вознаграждает вас 48 раз в день. Протоколы шифрования военного уровня защищают вашу личную конфиденциальность и содержат ваши данные в безопасности. Чем больше вы им пользуетесь и делитесь им, тем больше токенов от компании вы зарабатываете. Что нам нужно делать, чтобы заработать? Используйте приложение, делитесь приложением и собирайте токены. За все это мы получаем монету. Максимальное предложение наших токенов 275 миллионов. Токен наш означается сокращенно PPM. Когда мы начались в октябре, 29 октября 2021 года, наш токен стоил 10 центов. Сейчас он уже стоит доллар 17. И зарабатывать вы его можете со своего телефона. Мы майнеры. Потому что добыча нашего токена требуется такое маленькое количество энергии, что вы можете только благодаря тому, что вы установили его на свой смартфон, оно начинает добывать вам токены. График поставки токенов 15 лет. Господа, наш смарт-контракт прикреплен к PAN-PANDI. Поэтому остановить его невозможно. То есть нам будут платить каждый день в течение 15 лет. Если компанию продали, компанию закрыли, не имеет значения. Каждый день. Начинается с 48 раз в день. И потом в зависимости будет немножко уменьшаться. Я потом покажу. Мы будем получать токены 15 лет. Это очень важный момент. Ваш бизнес гарантирован вам на 15 лет. Распределение токенов. Предварительно было добыто 65 миллионов. Это 25 миллионов инкубаторей. Это идет на припродажи, на маркетинг, на вознаграждение. Пулы ликвидности. Когда мы выйдем, когда мы будем, произойдет листинг. Нужна эта валюта для листинга, чтобы люди хотят купить, чтобы у них уже было что продать. Со-авторы, основатели получили, было поделено 8 миллионов токенов. И так далее, и тому подобное. Но следующие 15 лет будет добыто 210 миллионов токенов. Как это будет добываться? Первый год будет добываться 2100 токенов каждые 30 минут. Из них 50% от 1050 токенов каждые 30 минут будет даваться Panda Pals. Это тем всем людям, которые установили это приложение на свой телефон. И между ними всеми будет делиться 1050 токенов каждые 30 минут. 23% будет идти тем людям, которые владеют токенами. Вот вам заплатили токены, вы их не продали, вы просто держите на своем телефоне. То эти люди за это тоже будут получать токены. То есть 485 токенов будет делиться между этими всеми людьми каждые 30 минут. 12% токенов, то есть 250 токенов будет делиться между теми людьми, которые купят, например, токены в будущем или уже купили при продаже. И держат эти токены на фарме. Им за это тоже будет, между ними всеми будет делиться 250 токенов каждые 30 минут. И 15 минут идет на развитие. Потом смотрите, через 2 года, второй год, вы будете, через 2 года, вы будете, вы уже будете получать, будет добываться не 30 минут, а каждые 20 минут 1050 токенов. Через 4 года будет добываться каждые 15 минут 525 токенов. И через 8 лет уже и до конца будет добываться 263 токена, ну, каждые 10 минут. И также половина, 50%, 23%, 12% и 15%, так же, как на этой графе. Еще раз повторю, у нас гарантия, что наш, вы имеете в руках бизнес, который будет существовать минимум 15 лет. Эта страница, господа, очень важная. Пожалуйста, обратите серьезное внимание. Давайте проанализируем. Ведь никто не знает, что будет завтра, ни к какому бизнесе. Те профессиональные аналитики, которые анализируют для своих компаний, за то, что им платят деньги, допустим, в мире финансов, они анализируют, их анализ зависит от того, что было в прошлом в этой компании. И благодаря этим аналитикам, то, что они анализируют информацию в прошлом, они приходят к какому-то определенному знаменателю в будущем, в данном бизнесе. Поэтому давайте проанализируем наш бизнес. Какой будет успех у нас? Например, Zoom. У нас будет уже скоро запущено такое-такое же отделение, как Zoom, где мы сможем делать наши будущие презентации и тренировки уже не на Zoom, а на ВПАНПАНДЕ. Zoom оценивается в 98 миллиардов today. В первый год они привели миллион подписчиков. У них есть бесплатные услуги и есть платные услуги. Все то же, как и у нас. И у нас тоже будут платные услуги для тех людей, которые захотят использовать тот или иной продукт, уже для бизнеса в намного большем масштабе. Если кто-то захотит, он сможет проплачивать, а проплачивать можно будет все в PPM. Мы делаем то же самое. Viber. Это услуги на телефоне. Вы можете по Viber разговаривать, вы можете посылать text messages, делиться информацией. Так же, как Dropbox. Dropbox вы можете файлами делиться, и у вас вы можете какое-то количество файлов держать в их банке. И у нас будет тоже это. WhatsApp. Господа, мы все делаем то же самое, что делали они и делают сейчас. Чем мы хуже них? Наоборот. Мы лучше. Потому что у нас информация безопасная, но самое главное, нам за это платят. Viber оценивается в 24 миллиарда долларов. Dropbox 22. WhatsApp был продан в 2014 году за 19 миллиардов долларов. Но из нас никто не получил ни копейки. Господа, мы то же самое. Мы только начались. И за первые 120 дней мы уже побили их рекорд в три раза. Панк, панда или PPM, это служебный токен, значение которого поддерживает продуктами панды. Это еще один большой плюс. Мы не просто токен. Наш токен поддерживается еще нашим продуктом. Поэтому каждый человек, который приходит и хочет майнить наши токены, он еще имеет возможность пользоваться нашим сервисом. Такой как WhatsApp. Еще раз повторяю, за WhatsApp нам никому ничего не платят. А за панду нам платят. Приложение для зашифрованных сообщений. Обмен зашифрованными файлами. Зашифрованная видеоконференция. Зашифрованное хранилище. Зашифрованное хранилище Panda World. Этого еще нет. Она будет, я не помню, первый или второй квартал. Это вы сможете, допустим, если у вас есть много информации, фотографий, вы хотите не держать в компьютере, вы сможете держать в этом Panda World. Цифровой криптокошелек. Видеоигры. Торговая площадка NFT. Кредитование, извиняюсь, DEFI. Гифки, спикеры, стыкеры и спандами. Это все, что у нас есть и будет. Я не буду сегодня и рассказывать очень много про наши продукты. Про наши продукты основные вы все знаете. Сейчас всех волнует не это. Сейчас всех волнует, что происходит с пандой. Вы помните, нам говорили, что Panda будет закрыта и никто не сможет ничего делать, ничего не видеть до того момента, как пока на следующей неделе не будет запущена Panda 2. Оказывается, уже процесс начался, уже идет. Перевод, как мы с вами разговариваем сегодня, вчера уже, позавчера, уже несколько дней, идет полностью перевод всей дейта с Panda Beta на Panda 2. Panda 2 будет запущена, они думают, в понедельник или в вторник. В течение этих двух дней, они думают, оно будет запущено. Поэтому понедельник или вторник. Так как у нас разница во времени, у вас вы можете это увидеть во вторник или в среду. И после того, когда она будет запущена, вы сможете просто зайти, ну, аплоудать, сделать апдейт своей Panda Beta. Вы сможете просто сделать апдейт, и у вас поменяется вся картинка. Будет работать все намного лучше. Единственное, я хочу вам сказать, и, пожалуйста, передавайте в своих группах, потому что, как всегда, основная масса людей не приходит на тренировки, и потом я посылаю сотни, получаю сотни писем, и я просто, честно говоря, буду все это игнорировать. И они начинают задавать вопросы именно о том, о чем мы рассказываем и говорим сегодня. Поэтому, господа, пожалуйста, объясните и расскажите это все во всех своих группах. Когда вы сможете установить, сделать апдейт своей Panda Beta в Panda 2, то то, что вы видите токены, оно начнет появляться по очереди. У кого-то оно появится раньше, у кого-то появится позже, потому что это процесс. И это, как говорится, очередь. В компании более 600 тысяч человек, и у каждого идет апгрейд по очереди. Поэтому, если у вас открылась Panda, и у вас написано 0 токенов, не волнуйтесь, не сходите с ума, не звоните и не задавайте сразу вопросы, что произошло, это все нормально. У кого-то оно появится через час, у кого-то появится через пару часов, у кого-то появится через день, но у всех оно появится, и до конца следующей недели все будет работать нормально. Я не могу сказать точно 100%, если все глюки 100% пропадут. Но основные глюки все пропадут сразу. Теперь будет намного легче подписываться в бизнес. У вас у каждого будет типа как реферальная ссылка, и вы сможете скопировать эту ссылку, и прямо по текст, по своему телефону, текст месседж, послать кому угодно, выставлять во всех группах на интернете, в социальных группах, ну где вы хотите. И как только человек кликает на эту линк, он автоматически попадает к вам. Уже никто его украсть не может, никуда он не может пропасть. Это сразу автоматически попадает в вашу систему человек, и потом он просто должен начать, у него будут задавать вопросы, поставить имя, фамилию, электронную почту, так далее и тому подобное. Процесс потом будет простой. Как только все будет запущено 100%, то, естественно, я сразу же сделаю тренировки на русском языке и выставлю это везде, что если кто-то вдруг споткнется во время подписывания в бизнес, чтобы вы могли ему показать или просто скопировать и сами сделать такую же тренировку и показать людям, как это надо делать правильно. Теперь все будет прикреплено не к телефону, насколько я понимаю, а к вашей электронной почте. Если вы не имели возможность, когда я говорил, где-то, наверное, месяц назад или три недели назад обязательно установить свою электронную почту в системе, у людей, у которых Apple Phone, они не могли это сделать, то когда вы сделаете апдейт своей Tupanda 2, то вам зададут вопросы, вы просто должны будете сразу вставить свою электронную почту. Но это будет только дано тем людям, у которых электронной почты в системе нет. Поэтому процесс будет очень простой. Я не знаю, если это все появится сразу, но мне говорил Альберт, что одна из систем это хорошая будет, потому что мне нравится лично, будет более лучший контроль над своей группой. Например, вы сможете, я вам объясню, к примеру, например, вы привели три человека, у вас на первом уровне три человека, это получается, что у вас три ноги. Если привели 10 человек, у вас 10 ног. И когда вы зайдете в свой кабинет, вы сможете увидеть, окей, нога номер один во всей группе 5 человек, нога номер два во всей группе 1000 человек. Значит, вы можете концентрироваться и помогать тем людям, у которых мало людей в группе. Поэтому, в принципе, для людей, которые хотят строить большие организации и помогать своим партнерам, вам это станет легче. Вы увидите сразу, кто лидер и кто работает, а кто не работает, и вы сможете этим людям помочь. Может быть, у них не получается. Поэтому намного будет еще легче. Ну, в конце концов, к концу следующей недели будут очень большие изменения. А мне, у меня, у меня вас, ну, я не могу сказать, что просьба. Потому что у меня бизнес, моя группа, наша группа, ну, в данном случае моя группа растет очень быстро и очень большая уже. Поэтому я могу не волноваться, потому что в моей группе, как говорится, уже есть своя жизнь. Ну, господа, если у вас еще группы маленькие, то в любом случае, даже у меня группа большая, я все равно это продолжаю делать. Продолжайте рекламировать панду. Не ждите, пока все будет запущено. Продолжайте выставлять ролики, записывайте ролики, выставляйте ролики. На YouTube очень много роликов разных. Если вам нравится мой ролик, скопируйте мой ролик. Нравится чей-то другой ролик, скопируйте другой ролик. Ну, выставляйте, пытайтесь самое лучшее записывать свои ролики. Не бойтесь, не стесняйтесь, как у вас, если у вас что-то не получается. Это не имеет никакого значения. Самое главное, когда люди смотрят на ваши ролики, первое, что они делают, они начинают сравнивать себя с вами. Это не такой, это люди не замечают этого. Это чисто психология людей. Они начинают говорить. Как мне говорили американцы много раз. Майкл, мы смотрим на твой ролик, и я подписался только потому, что ты говоришь даже по-английски не совсем правильно, и у тебя так получается, значит, у меня получится еще лучше. Поэтому, если вы что-то боитесь, и вы думаете, что у вас коряво получилось, некрасиво, не имеет никакого значения, потому что кто-то будет смотреть ваш ролик и скажет, ничего себе, Владимир только начал заниматься этим бизнесом, он даже говорит не совсем правильно, но у него получается, а я буду говорить намного лучше, у меня получится еще лучше. И люди начинают подписываться, поэтому не пугайтесь. У вас у всех есть компьютер, есть телефон. Сделайте запись 10 минут, 20 минут. Старайтесь не больше, чем полчаса. Чем меньше, тем лучше, потому что если вас не знают, то люди обычно стараются смотреть поменьше, чем побольше. Делайте короткие тренировки, рассказывайте свою историю, почему вы зашли в этот бизнес. Вам не обязательно выставлять реферальную ссылку пока, ее нету, это нормально, просто пишите. Если вас интересует эта информация, пожалуйста, дайте мне знать, я вам вышлю, как только все будет готово. Господа, я вам говорю, прислушайтесь к тому, что я сейчас скажу. Как только произойдет апдейт и появится Panda 2, и как только будет апдейт закончен, и как только к 15 апреля будет произведен первый листик, люди начнут сходить с ума. Это они теперь будут видеть, что это на самом деле бизнес бесплатный, и вам за это платят, и это такая же классная система, как WhatsApp, но намного лучше. Вы вообще представляете, что начнет твориться? Если вы подписали, в принципе, за 4 месяца 600 тысяч людей со всеми проблемами, вы представляете, что будет до конца года, сколько людей подпишется? Да за следующие 4 месяца, наверное, придет бизнес миллиона два. И большинство этих людей могут быть под вами. Поэтому вы должны начать как можно больше распространять информацию, чтобы все знали, все люди на интернете, которые знают вас и видят вашу информацию, чтобы они знали, что Алмира, Виталий, Владимир, Константин, Наталья, я извиняюсь, если я всех имен не назвал, что вы находитесь в панде. И, может быть, они не обратили внимания сегодня, они обратят завтра. Господа, я выставляю информацию на Facebook. В основном я работаю с Facebook, потому что Facebook – это самая крупная компания социальная в мире. Там где-то насчитывается 1 миллиард 200 или 400 миллионов людей. Нету крупнее. Я ее только использую в Facebook, я не смотрю никаких политических новостей. Меня это ни черта не волнует. Извините, не хочу никого обидеть. Я строю бизнес. И я знаю, даже со всеми проблемами в мире, в котором мы находимся на сегодняшний день, это ужас, что происходит Украина, Белоруссия, Россия. Но вы запомните одну вещь, господа. Когда человек накормлен, он сыт, и у него есть деньги, он счастлив, и его никогда не будет волновать кто-то другой, и он никогда не пойдет на кого-то другого с войной. Все злости в нашей жизни только от того, что кто-то чего-то не имеет, то, что имеет другой, и поэтому большая зависть. И кто-то хочет прийти и забрать силы, то, что он сам не может сделать. И когда люди начинают зарабатывать, и меняется вся их финансовая жизнь, это все меняется. Господа, мы можем изменить весь мир. Ну, может быть, весь мир мы не изменим, но мы прибавим маленький кусочек благополучию не только нашему, но тех, кто нас окружает, и да, людей во всем мире. Поэтому сейчас наша всех задача, как можно больше выставлять информацию о том, о панде, и чтоб самое главное люди знали, что вы в этом бизнесе, потому что к вам придут, потом позже вы выставите свою реферальную ссылку, и вы даже себе не представите, что начнет происходить. Я вам расскажу такую речь. В Америке, сейчас уже по всему миру, очень-очень большое значение имеет реклама. И, в принципе, все компании, самые крупные компании в мире, все, успех всех компаний двигает реклама. И в каждом бизнесе, особенно в крупных бизнесах, всегда есть определенный бюджет. Этот бюджет может быть тысяча долларов в месяц, может быть миллион долларов в месяц, в зависимости от компании. Но они каждый день, каждую неделю, каждый месяц, круглый год, они все время выставляют рекламы, чтоб люди знали, кто они такие. Почему это делается? Вот я один раз помню, я задал себе вопрос. Кока-кола. Уже все в мире знают, что такое Кока-кола. Ее все пьют. Очень много людям это нравится. Ну-ка, Кока-кола все равно продолжает бомбить своими рекламами по телевизору, теперь по интернету, везде. Спрашивается, зачем? Я этим очень много интересовался, потом начал изучать, но уже когда она попала в сетевой бизнес, попозже. Ответ на это очень простой. По статистике, человек, который обращает на ту или иную информацию, его занимает пять раз. Он должен пять раз увидеть одну и ту же рекламу, одну и ту же информацию об одном и том же продукте, перед тем, как он нажмет эту кнопку и начнет интересоваться этим продуктом. Поэтому, если вы начнете выставлять рекламы, фотографии, панда, у нас, кстати, очень много красивых картинок, и на русском, и на английском, то рано или поздно человек, который, может быть, он не обратился внимания на вашу рекламку сегодня, завтра, послезавтра, но через пять раз, как только он ее увидит, он обратит внимание. Это, господа, очень важно, на этом построен весь мир реклам, и рекламы двигают всю экономику, не только в Америку, а во всем мире. Вот это то, что я хотел вам рассказать сегодня, господа. Сейчас я вам дам возможность задать мне вопросы, вы можете их написать, если только пишите, не спешите. Старайтесь не спешить и не задавать вопросы, которые уже задают, поэтому следите за ответами. Андрей, пожалуйста, дай возможность людям начать задавать вопросы. Пожалуйста. Первый человек. Окей. Вот гормаз. Включайте микрофон. У вас микрофон не подключен. Вы руку подняли, но у вас нет микрофона. Перезайдите в зум, наверное, или что, у вас нет микрофона, я не могу вас подключить. Господа, пожалуйста, если кто-то есть вопросы, задавайте. Если вопросов не будет, окей. Вот следующий раз. Окей, Тимур, включайте микрофон. Да, добрый день, приветствую. Тимур из Греции, из острова Ролекс. У меня такой вопрос, получается, что... Майкл, вы меня слышите? Да, слышу, отлично, говорите. Очень приятно. У меня такой вопрос, получается, что... Все, кто входит сейчас в панду, ну, пусть платно, бесплатно, там, на фарму, не на фарму. Мы все, получается, как бы, акционерами этого общества, да? Точно. То есть я могу это так предоставить, да? Вы становитесь акционером этого общества, то есть вы имеете часть компании, вы тоже хозяин. Отлично. Удовлетворен, спасибо. Пожалуйста. Единственное, я хочу... Единственное, Тимур, я хочу добавить вам, что... Вход в панду, то есть наш основной бизнес, это бесплатно. У нас есть платная часть, но это только для тех людей, кто хочет рискнуть, кто не боится, он может зайти на фарму и купить, там, минимальная продажа, 50 долларов, он может купить PPM. Вы не должны это делать, если вы начнете строить бизнес, то вы все равно заработаете бесплатно. Это, в принципе, делают люди, которые не боятся риска и решили рискнуть и зашли... Те, которые хотят более динамично стартовать, скажем так. Правильно, да. Но в основном, если вы зашли и вы просто хотите построить бизнес, ни в коем случае не думайте, что вы его не сможете построить, потому что вы не потратили деньги. Наш основной бизнес бесплатный. И это весь наш самый большой плюс. Отлично. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, идем дальше. Залина, включайте микрофон. Алло. Добрый вечер. Слышно меня? Отлично. У меня такой вот вопрос, Майкл. Вот сейчас, я так понимаю, в бета-версии идет переход на бенкли-версию 2.0 от Panda. Я уже сколько раз пытался зарегистрировать, зарядить новых пользователей, своих друзей, знакомых и так далее. Вот по старому методу по ходу. Но у меня никак не получалось, и я не мог их зарегистрировать уже в течение пяти дней. И никто из них тоже не может никого зарегистрировать в моей структуре. Потому что Panda Beta закрыта уже несколько дней, даже кажется пять дней, если я не ошибаюсь, от всех процедур. Поэтому теперь просто ждите, как только будет запущена Panda 2, вы сможете все это сделать. Я хочу тут ответить пару человек вопросов. Будет ли русский язык в новой версии? Пока русского языка нету, пока программа не будет отшифрована, я имею в виду, и сделана, чтобы все работало без проблем на английском языке, никаких других языков добавлять не будут. В будущем будут добавлять, естественно, кроме английского будет и испанский, и русский. И все это будет. Но это после того, как только все начнет работать, отлично. Не забывайте, что мы только запустились 29 октября. Еще второй вопрос. Сейчас регистрироваться нельзя. Уже нельзя регистрироваться в течение этой недели. Регистрации будут открыты, как только будет произведена, открыта Panda 2. Можно ли перевести токены, которые у нас на балансе в приложение фарму, и получать стейкинги с процентов? Молодой человек, зачем вам переводить токены с Panda на фарму, когда на Panda вы тоже получаете стейкинг? Поэтому это не нужно делать. Это не надо. Я не знаю, будет ли такая возможность, потому что так же, как и кошелек, ваш кошелек на фарме и кошелек на приложение, это будет тот же самый кошелек, тот же самый валет, откуда вы в будущем сможете продавать свои токены. Фарма – это просто еще один кошелек. Так что вам этой процедуры делать не надо будет. Добрый день. Скажите, Panda не будут блокировать в России? Ну, многие люди говорят из-за этого то, что сейчас, к сожалению, происходит, и все эти санкции. Но, во-первых, господа, первое, что я хочу вам сказать, что вы поняли, что это не на всю жизнь, это все происходит временно. Вы же сами понимаете, что рано или поздно это все закончится. Это первое. Второе, самое главное, как можно закрыть Panda? Panda находится в виртуальном мире. Она прикреплена к смарт-контракту. Смарт-контракт ни практически, ни теоретически закрыть и остановить не может никто до тех пор, пока он сам не закончится, то есть через 15 лет. Если по какой-то причине вы не сможете выходить на веб-сайт, вы просто меняете, устанавливаете на свой телефон VPN, и вы меняете свой API-адрес. Это уже старое, и это делается очень часто. То есть вы можете, живя в России или живя в Украине, зайти на свой телефон, и она будет показывать, благодаря VPN, что вы находите в Америке, в Германии, в Мексике, вы выбираете любую страну. Поэтому, в принципе, теоретически это невозможно. Следующий человек, кто поднял руку, Александр. Александр, включайте микрофон. Здравствуйте. Такой вопрос задают партнеры. Возможно ли блокировка электронной почты Gmail.ru? Мы понимаем, что у большинства людей в каждом смартфоне это стоит, 90% всех устройств это Gmail-привязка. Я понимаю, что это невозможно, но люди, все равно, продолжают задавать вопрос. При регистрации лучше Mail.ru указывать или Яндекс, допустим, ту почту, которую, ну, пусть даже с малой вероятностью, возможно, заблокируют. Как правильно отвечать, Майкл, скажите, пожалуйста. Ну, во-первых, если говорить о блокировке, то быстрее всего Америка может заблокировать все, что находится, все, что русское. Поэтому, если у вас веб-сайт, электронная почта RU, и они блокируют русские интернетные компании, то даже если вы поменяете VPN, оно не пройдет. А если у вас Gmail, то Gmail заблокировать нельзя, это же американская компания. Поэтому вы просто меняете VPN, и проблем не будет. Я думаю, опять-таки, я могу тоже чего-то не знать, но я думаю, что Gmail намного безопаснее, чем какая-нибудь электронная почта, которая начинается в RU. Благодарю. Следующий человек, Гуля. Здравствуйте, Гуля. Гуля, включайте микрофон. Здравствуйте все, здравствуйте, Майкл. Гуля, я тебе уже говорил, я тебе уже говорил, как я тебя люблю, да? Да, да, я... Теперь все знают. Я тебя тоже. Майкл, у меня такой вопрос от команды идет. Вот, моим ребятам, вот, не терпится попробовать сделать виздроу. Чикин хотят сделать. Когда, вот, если сейчас на Панк 2 перейдем, можно будет как-то вот это показать? Значит, на сегодня... Виздроу сегодня можно делать только, Если вы купили токены на фарме, если вы купили токены на фарме, и вам идет определенный процент, то только те токены вы можете выводить. И если кто интересуется, как это... Я понял, да слушай меня, Гуля. Если у вас на Панде, вы не можете ничего вывести, пока не произойдет листинг. Я немножко, ну, немножко глубже, глубже скажу, отвечу на этот вопрос. Листинг должен произойти 15 апреля, и я уже объяснял, почему они отложили, потому что те люди, та компания, которая теперь будет выводить нас на листинг, на PPM, они сказали, что мы должны дать 4 недели для того, чтобы произошла реклама, это платная реклама этого токена PPM, не наше приложение, а токен токена, для тех людей, которые любят и участвуют в крипто-спейсе, крипто-спейсе, криптовалютном бизнесе. Чтобы когда произошел листинг, чтобы сразу же были люди, которые заинтересованы были купить. Если, допустим, листинг произошел 15 апреля, то первые 30 дней никто не сможет продавать свои PPM. Опять-таки, это делается для того, чтобы никто сразу не кинулся продавать, и чтобы не сбить цену. Потому что правильно можно сделать только один раз, и мы все в этом заинтересованы. Значит, первые 30 дней после того, как будет объявлен листинг, вы сможете покупать, но вы не сможете еще продавать. И только через 30 дней вы начнете возможность продавать, и это начнется, я потом покажу вам, первый месяц, кажется, 1%, второй месяц 2%. Люди, которые имеют PPM на фарме, смогут продавать, кажется, 5% в день. Короче, это будет потихонечку, постепенно, первые где-то 17 месяцев, если я не ошибаюсь. А после этого все пойдет уже, каждый сможет покупать и продавать, сколько он хочет и как хочет. И еще раз повторю, все это делается для того, чтобы сумма, цена не упала. Потому что были случаи, когда компании выводили свой токен, и когда он стоил 4 доллара при открытии, и в первый месяц он падал до 17,13 центов. Чтобы такого не произошло у нас, поэтому все это делается очень осторожно, правильно и так, как это должно делать, чтобы это все росло. Например, чем меньше валюты пользуются люди в данном случае, цена будет расти вверх. Это, кстати, причина, почему, если вы держите свой PPM или на фарме и в нашем приложении, не выводя стейкинг, то вам тоже за это платят комиссионы. Почему за это платят комиссионы? Потому что, чем больше вы держите в стейкинге, чем меньше их можно купить, значит, цена будет идти вверх, а не вниз. Надеюсь, я вам объяснил. Юрий Саченко, следующий, пожалуйста. Юрий, включайте микрофон. Добрый день, Майкл. Добрый день всем. Меня слышно, да? Да, пожалуйста, говорите. У меня вот такой вопрос. Ты сейчас сказал про обновление от Бреттель, что такое кабинет. Как людям узнать, что пора обновлять кабинет и как? Выходить ли из приложения и регистрироваться по новой? Или, чтобы новый кабинет был вместе с опиралкой? Что именно надо сделать? Как мы узнаем? Ну, кроме того, что кошельки будут отнинули. Так вот мы узнаем, что пора. У вас будет происходить, у некоторых это будет происходить автоматически. В зависимости, очень часто в Apple такое происходит автоматически. В зависимости, как у вас запрограммирован телефон. И если у вас телефон не запрограммирован, вы просто выходите, например, как у меня, на Google. Выйдите на Google приложение, там, где панда, и будет написано апдейт. Вы нажмете и сделаете апдейт. Это будет все очень просто. Я хочу ответить на вопрос. Тут человек, вот пишет, кстати, не вопрос, а наоборот, что у меня панда сейчас на русском языке. Правильно, если вы меняете на телефоне на русский язык, то у вас и панда будет работать на русском языке. Второй человек, Оля. Есть ли какой-то бизнес-план, как можно зарабатывать правильно или система? Оля, я вам хочу сказать такую вещь, что запомните одну вещь, очень простую. Нету никакого секрета, нету никакой системы, ни в каком сетевом бизнесе. Если вы хотите зарабатывать, что нужно делать? В сетевом бизнесе у вас есть информация в руках. И эту информацию вы можете, должны дать возможность увидеть как можно больше людям. И чем больше людей увидят эту информацию, от этого и зависит ваш успех. Как это сделать? Разговаривать. У нас, у нас, например, телефон. Если, например, если человек пользуется, вот как у меня был такой же вопрос, меня один раз задал один человек. И мы с ним разговаривали. Я ему спросил, у тебя WhatsApp есть? Он говорит, есть. А у тебя на WhatsApp много контактов? Я говорю, да. А как ты их нашел? А я просто им послал информацию, что я пользуюсь WhatsApp. То же самое здесь. Вы должны послать информацию сначала всем своим друзьям, всем своим знакомым, что вы пользуетесь панда. Это классная вещь пользования. Плюс, кроме того, вам за это еще платят. И это все бесплатно. Вот только таким образом. Таким образом я подстроил структуру около 100 тысяч дистрибьюторов. Только таким образом. Вот это весь ваш, весь ваш секрет. И если вы хотите узнать, как, например, немножечко больше, как приглашать людей в бизнес, как приглашать людей на свою презентацию, зайдите в нашу группу на WhatsApp. Я извиняюсь, в нашу группу на Telegram, и в группу на Facebook. Я там все выставил. Все эти тренировки есть. И вы можете послушать, сколько нужно для того, чтобы понять, как этот твиз все работает. Благодарю вас за внимание, за то, что были с нами на этом тренинге. Меня зовут Александр Ромакин. Я вас приглашаю присоединиться к нашему бизнесу и к мессенджеру Панк Панда. До встречи!